Сегодня к нам в студию пришел человек, который в особом представлении не нуждается. Я думаю, все и так прекрасно знают великого тренера, а ныне президента футбольного клуба «Алани» Владикавказ. Валерий Георгиевич Газаев на студии. Валерий Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Для начала я хочу вас поблагодарить за то, что уделили нам время. И, наверное, первый мой вопрос будет связан с новостью, которая появилась буквально в середине прошлой недели. Новость касается перехода Георгия Габулова в Анжи. Как вы считаете, что побудило капитана и одного из лидеров команды перейти в другой клуб? Ну, во-первых, он получил предложение, мне кажется, достаточно амбициозного клуба, который выстраивает стратегию. И, наверное, для этого есть у них возможности, для того, чтобы выстраивать стратегию больших побед. Я имею в виду возможности, учитывая, так сказать, спонсоров и все остальное. То приобретение игроков, которое они сделали. И сейчас, наверное, самых молодых, перспективных, одаренных, талантливых игроков приглашают. Поэтому, в целом, я считаю, что предложение он получил, на мой взгляд, достаточно выгодное. И в этом отношении я считаю, что, наверное, как бы нам сложно не было и как бы мы не переживали, но мы должны понимать, что премьер-лига есть премьер-лига. Когда еще переходит игрок в хороший клуб, то это тем более дает возможность игроку прогрессировать. Что же касается, почему мы, именно в начале сезона, у нас тоже, мы должны прекрасно понимать, что один из источников финансирования футбольного клуба и игроков клуба, базы, стадиона со всем штатом, это трансфер игроков. К сожалению, у нас нет спонсора такого, который есть в Анжи, и исключительно, так сказать, помогает только правительство в лице главы республики. Поэтому, конечно, мы тоже находим какие-то возможности для того, чтобы наш бюджет формировался, ищем спонсоров. Значит, и одна из таких, наверное, один из таких важных источников финансирования – это трансфер. Поэтому, к сожалению, мы должны с одной стороны идти по этому пути, а с другой стороны у нас просто другого выхода нет. Иначе, конечно, очень сложно будет с финансированием футбольного клуба. Валерий Георгиевич, а с вами он советовался по переходу? Ну, конечно, без, наверное, решения главного тренера, в первую очередь, и, конечно, президента клуба, такие переходы не состоятся. А как вы считаете, кто может заменить Георгия на его позиции вообще в команде, и кто может стать капитаном? Ну, я думаю, что это прерогатива главного тренера, который сейчас на заключительном сборе определится и с капитаном, и с вице-капитаном. И более того, мне кажется, у нас достаточно вкомплектованная команда, и у нас вполне есть игроки, которые на конкретной позиции будут играть и приносить пользу. А как вы думаете, насколько вообще вероятно закрепление Георгия в основном составе Анжи? Не будет ли он сидеть на скамейке? Ну, я не думаю, потому что он достаточно перспективный, талантливый игрок, очень дисциплинированный, очень высокопрофессиональный, к профессиональным своим обязанностям относился, на мой взгляд, очень серьезно. Поэтому я считаю, что все зависит от игрока, от его страсти, от его желания. А то, что он уже созрел, у меня нет в этом никаких сомнений. Поэтому, если он получил такое предложение, я думаю, что он должен использовать его. Мы понимаем, предложение выгодное, но тем не менее болельщики были обеспокоены тем, что местный игрок был продан другому клубу. И они вот именно поэтому предложили беспокойство. Состояние болельщиков, которые переживают, и мы переживаем, и нам не очень бы хотелось, поверьте, если бы у нас все было нормально с нашим благополучием финансовым, то мы бы таких сделок не делали. Но там, на мой взгляд, сегодня, во-первых, это уже актуально, во-вторых, мы должны думать о тех игроках, которые сегодня играют, чтобы все-таки мы сбалансировали наш бюджет. И, конечно, в этом плане мы тоже обеспокоены. Но, тем не менее, я думаю, что в Осетии, в Алании очень много талантливых игроков, которые, так сказать, заявят себя с лучшей стороны. Ну что ж, готовясь к этой передаче, я, как обычно, выложил у себя в социальных сетях соответствующий статус, где любой желающий мог оставить вопрос гостю. А самые интересные из этих вопросов сегодня прозвучат, но у нас есть еще и видео-вопросы. Давайте предоставим зрителям возможность тоже высказаться. Здравствуйте, Бороев Тимур. И мой вопрос, планируется ли в этом году встреча с болельщиками? Дело в том, что у нас в этом году не получится встреча с болельщиками, потому что мы сразу с Турцией пролетаем в Москву и играем первый матч с торпедой. Поэтому, мне кажется, что как-то чисто физически у нас никак не получится. Но мы всегда чувствуем, что у нас сердце, поэтому знаем, что вы за нас переживаете, поэтому всегда будем это чувствовать. И обязательно, я думаю, что мы все-таки по концу чемпионата, а чемпионат необычный все-таки, я думаю, мы сделаем встречу с болельщиками обязательно. Двенадцатый игрок для команды. Очень важно. Особенно сейчас, когда идут заключительные матчи, 14 матчей, они все как финальные. И здесь, мне кажется, все болельщики, я пользуюсь случаем сегодня, хочу призвать к тому, чтобы приходили на стадион, поддерживали, потому что игры могут складываться удачно, неудачно, но поддержка болельщиков, она очень важная составляющая, и это эмоциональный тонус игроков. Поэтому в каждый матч, который предстоит нам сыграть на протяжении двух месяцев, он практически будет как финальный. Нам предстоит довольно интересный третий круг, команда активно к нему готовится. В период трансферного окна были сделаны приобретения. Вот кто пока что на данный момент на вас из новичков произвел самое большое впечатление? И Торсунов, который, на мой взгляд, закрепился сейчас в стартном составе, значит, и создает конкуренцию для того, чтобы участвовать. И Пришкин, нападающий, и Байрыев, мне кажется, все три приобретения мы в каждую линию взяли по игроку, которые, так сказать, составили не только конкуренцию, но сегодня по итогам сборов мы видим, что это ощутимая польза. И, на мой взгляд, эти игроки принесут большую пользу с точки зрения результата. Но вот, и я думаю, что мы сделали хорошее приобретение. Будем на это надеяться. Валерий Георгиевич, давно не было видно на поле НЭК, какого болельщики интересовались к началу третьего круга? Он уже будет играть? Ну, слава богу, все опасения остались позади. Значит, мы сделали углубленное медицинское обследование. И с 1 марта он уже приступит в основной группе. Я думаю, к началу сезона он будет уже готов. Думаю, отличная новость о болельщиках. А Зилай как? Мы его не скоровим. Зилай нет. К сожалению, Зилай должен пройти еще большой курс реабилитации. И в лучшем случае, в июне месяце, значит, после тестирования мы уже будем сдать возможности его и его перспективы. Валерий Георгиевич, это вот сейчас вы занимаетесь организационными вопросами, являетесь президентом клуба, даете, наверное, сцену указания своему сыну. Но до этого вы были известным футболистом, очень мастеровитым. И вот футбол того времени и футбол сегодняшнего дня, насколько он разный? Я думаю, что, наверное, часто слышим, когда ветераны говорят, вот в наше время было то-то, то-то. Но это иллюзии каждого времени своих героев. Поэтому, конечно, футбол прогрессирует. И скорость, и совершенно, надо сказать, профессионализм, все меняется. Поэтому здесь, конечно, изменения есть. Еще один вопрос от зрителей, зачитаю сейчас. Интересный вопрос, мне показался. Не собирается ли Валерий Газаев, когда Аланья выйдет в премьер-лигу, стать тренером клуба? Вот такой вопрос. У меня нет таких планов. У нас есть молодой тренер, прекрасный тренер. Не потому, что он мой сын, а потому, что я вижу, какой прогресс с командой. И игроки, и сам тренер. Какой у них прогресс. Дело в том, что по итогам первой части чемпионата, мне кажется, учитывая наших молодых игроков, которые сегодня только фактически собрались в этом году, в прошлом, за год всего команда существует. Потому, что мы 18, по-моему, игроков выставили на трансфер. И молодой тренер. Конечно, это был риск. Но прошел год, и мы видим, команда заняла первое место по итогам отдельного отрезка, точнее, первой части чемпионата. Играла в финале Кубка России. И участвовала в Лиге Европы для молодых игроков и для молодого тренера. Но я не помню, что в истории российского футбола, что кто-то так выступил. Но в одном из интервью вы все-таки не исключили возможность, что еще поработаете тренером. Все может быть. Мы не должны исключать какие-то возможности. Мы знаем, что будет завтра, какие-то, так сказать, будут возможности. Что, какие перспективы. Это же жизнь, понимаете. И все меняется. И сегодня, когда человек говорит, что вот я четко, так сказать, поставил себе задачу, значит, и так далее. А потом происходят какие-то неповеденные обстоятельства, когда необходимо принимать решение. Поэтому это ситуация, в которой сегодня все может быть в нашей жизни. Задача выхода в Премьер-лигу с первого места сохранена? Ну, я думаю, что главная задача – это выход в Премьер-лигу и, безусловно, желательно с первого места. Ну, дай бог. У нас есть еще один видео вопрос. Внимание на экран. Фан-клуб «Аланский бар» с Назима Слив. Мой вопрос, Валерий Георгиевич Газаев. Почему фирменный магазин «Алань» из-за облачной цены на ассортимент, и он слишком плохо обновляется? Это вот один из тех самых организационных вопросов, наверное. Дело в том, что, наверное, я не знаю, что там за цены, и за облачные. Разберусь, безусловно, в этом. Что касается ассортимента, я с вами согласен. Мы сейчас сделали большой заказ, и я думаю, что к началу чемпионата мы обновим ассортимент. И я думаю, что это очень важная составляющая, особенно для наших болельщиков, для наших преданных болельщиков. Такой вопрос задам. Вот вы стали доверенным лицом Владимира Путина, и что привело к этому решению? Ну, во-первых, мое убеждение. Я никогда не состоял ни в одной политической партии, хотя много было мне предложений и приглашений. Но, тем не менее, сегодня такая общественная ситуация, и мне кажется, что сейчас много разных мнений. Поэтому я посчитал своим гражданским долгом высказать свою позицию. Позицию человека, который заинтересован, чтобы в России была стабильность, чтобы, я думаю, чтобы все-таки тот прогресс, который, так сказать, он последние 10 лет происходит, значит, и мне, как бы, вы с вами прекрасно, может быть, вы человек молодой, а я хорошо помню 90-е годы. В каком хаосе и разрухе, так сказать, мы жили. И вижу, так сказать, за последние 10 лет какая, так сказать, все-таки стабильность происходит. И мне кажется, что все мы должны понимать, что сегодня, особенно такой страной, как Россия, огромная, великая страна, должен руководить сильный, значит, и авторитетный президент, которым является Владимир Путин. Поэтому мои убеждения, значит, и мои перспективы связаны с этим человеком, как гражданина России. При захвате нападающим сзади за туловище с замком, защищающийся наносит удар в пах. Нападающий расслабляется, ослабляет захват, одновременно наносится удар локтем в лицо. Нападающий падает. Я знаю, что футбольный клуб «Файур-Беслан» испытывает определенные проблемы. И вот не секрет, что Сергей Кереминович Такуев и вы пытались решить эту проблему. Правда ли, что вот со следующего сезона, дай бог, если получится, эти клубы «Аланья Д» и «Файур-Беслан» будут объединены? Совершенно верно. Я думаю, что мы должны сделать одну хорошую конкурентоспособную команду. И я думаю, вместе с «Аланья Д» и «Файур-Союз» будет происходить отбор игроков. И мы хотим создать хорошую команду, которая была во втором дивизионе. Действительно показывала и хороший результат, и хорошие перспективы для первой команды. Давайте вернемся к «Аланье». Если «Аланья», я-то лично уже, по-моему, в этом уверен, выходит в «Премьер-Лигу», какие будут сделаны приобретения, будут ли они вообще, и какие позиции нам необходимо все-таки усилить? Я думаю, что мы должны сейчас, во-первых, у нас достаточно укомплектованная команда, но, мне кажется, сначала нам надо решить задачу, главную задачу, выйти в «Премьер-Лигу», а потом мы будем, безусловно, уже думать, какие позиции надо укреплять и так далее. Поэтому сегодня, я еще раз говорю, мы испытываем немало организационных трудностей, вопросов. Значит, и вопросы, связанные, так сказать, с качеством стадиона, на котором практически сегодня уже, особенно вы знаете в прошлом году, какие мы трудности испытали перед Лигой Европы, когда просто нечеловеческие усилия позволили нам провести эти матчи здесь для наших болельщиков. Хотя, откровенно говоря, наверное, сегодня прекрасно понимаем, что стадион совершенно не соответствует тем стандартам, которые сегодня есть у УФА и ФИФА. Поэтому требования. Поэтому мы прекрасно понимаем, и вот эта идея строительства стадиона нового, значит, и так далее, она достаточно актуальна, вот, и мы прилагаем все силы для того, чтобы найти возможности, источники финансирования, чтобы выстроить удобный, красивый стадион. У нас есть еще один вопрос от юного болельщика, давайте посмотрим. Валерий Георгиевич, когда Алания станет чемпионом? Когда ты подрастешь и станешь играть в составе Алании, вот тогда она станет чемпионом. Кстати, у этого мальчика есть такая мечта. Ну, будем надеяться. Будем надеяться. Валерий Георгиевич, вот на этой замечательной ноте мы, в принципе, можем заканчивать нашу программу. И по традиции нашей программы, гость имеет возможность в конце пожелать что-нибудь доброе и светлое всем нашим телезрителям. Ну, что я хочу пожелать? Ну, во-первых, процветание вашему каналу. Конечно, хочется, чтобы все наши люди жили в мире и в достатке. Вот, и сейчас, действительно, 4 марта, я еще раз призываю вас, потому что я являюсь доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, и призываю всех прийти на выборы и проголосовать, конечно, проголосовать за Владимира Владимировича Путина, за человека, который обеспечивает стабильность, за человека, который сильный и умный, и авторитетный политик, который нужен России. Спасибо большое.